Особое мнение на 101FM За строительство детских учреждений Но мы обо всем сегодня поговорим 31 августа сегодня Накануне 1 сентября мы с вами общаемся С такого, может быть, не слишком сложного вопроса Хочу начать Накануне на днях опять тут раздалось предложение В Государственной Думе Давайте День Знаний сделаем выходным днем По-моему, каждый год такие предложения возникают И помню, много было предложений, связанных с тем Чтобы перенести начало нового учебного года Куда-то на октябрь ближе туда Но вот все-таки выходной день 1 сентября Нужен, не нужен, по мнению автора Этой инициативы одного из депутатов Госдумы 1 сентября такой день очень активный Стрессовый, надо детей в школу отвезти Надо с ними побыть И вообще это праздник вроде как И надо бы отдохнуть Вот вы какой позиции придерживаетесь в этом отношении? Мне вот данной ситуации интересно понять А выходной день для кого? То есть если у нас будет выходной день для всех А для учителей не будет Тогда, наверное, это все-таки уже не выходной день Потому что 1 сентября кому пойдем-то, если выходной день будет? По факту мы 1 сентября плавно перенесем на 2 сентября Потому что 1 сентября был выходным днем Отсорочим это просто напросто Да, просто мы такой перенос, грубо говоря, сделаем Поэтому, наверное, все-таки я не за выходной день Но в целом, может быть, стоит рассуждать о чем? О том, чтобы дать возможность родителям У кого там дети идут в школу Может быть, в начальную школу Может быть, в принципе, школьников рассмотреть Но я думаю, что в старшей звене Там родители особо на длиннике в школу-то и не ходят Дать возможность взять этот день как выходной день И тут уже надо рассуждать С оплатой он должен быть Без оплаты он должен быть Ну, то есть, с другой стороны, как бы Если мы говорим про бизнес А бизнес-то при чем? То есть, почему мы все время там должны отдыхать За счет бизнеса, да? То есть, за счет работодателя Поэтому, наверное, возможно, стоит говорить о том Чтобы у родителя была возможность У кого есть дети школьного возраста А взять выходной день, 1 сентября И действительно проводить ребенка в школу Насладиться этим днем, отдохнуть Особенно, если у кого там первоклассники То есть, побыть этот день со своими детьми Но вот прям про выходной-выходной день для всех Я бы, наверное, об этом не говорила Ну, продовольствие законодательства Оно же сейчас предусматривает Вернее, не исключает возможность Взять от Гултханг за свой счет На 1 сентября Но если, конечно, это возможно Я понимаю, что есть предприятия, где Ну, нельзя работника так просто отпустить Потому что там на нем завязаны многие процессы Ну, в общем и целом, наверное, излишняя такая инициатива, на ваш взгляд Ну, я думаю, что, да Вот прям, чтобы выходной день мы очередной делали То есть, для меня, как бы, это не особо понятно То есть, да, праздник праздником Но выходной день, это все-таки выходной день И, опять же, учитель-то чем виноват? Ну, если вспомнить наши школьные годы Ну, 1 сентября, это такой вполне себе уже рабочий деловой день Ты пошел, ну, какой праздник? Я вот тоже не понимаю отчасти стремление многих семей Современных, российских, к тому, чтобы как следует отметить Еще 1 сентября, да целый день куда-то пойти Заведение какое-то Ну, не знаю Ну, я тоже думаю, что, в принципе, сходили на линейку Отметили, ну, час-полтора-два А потом можно и на работу вернуться Если потом вечером, соответственно, там уже с детьми По большому-то ведь счету Ребенок пошел 1 сентября в школу И он пошел в школу там на 9 месяцев Поэтому что теперь каждый день делать выходным Что ребенок сегодня там рано освободился, да А завтра он тоже рано освободится Потому что у него завтра тоже рано закончатся уроки Поэтому родители все равно каким-то образом выстраивают свой график И как бы находят варианты, с кем ребенок будет дальше находиться в течение дня Поэтому, да, действительно, 1 сентября это праздник Но я не думаю, что прямо необходимо Прямо выделять выходной день для этого Накануне появилась информация о том Сколько стоит в этом году собрать с первоклассников школы Это информация официальная от статистиков Кировстад По сравнению с прошлым годом В среднем стандартный школьный набор подорожал на 13% При этом собрать девочку в первый класс якобы стоит дороже Почти 26 тысяч рублей в среднем А сборы мальчика в школу обойдутся в 21 тысячу 200 рублей Не знаю, мы тут вот уже пообщались с родителями С какими-то знакомыми, друзьями, товарищами Но многие скептически относятся к этой цифре 13% Если смотреть на реальный рост цен То так калькулятор-то намного-намного больше насчитает Вы доверяете этой цифре? Нет, я тоже считаю, что 13% это такая какая-то искусственно взятая цифра Но как у нас обычно принято говорить Я ем мясо, сосед мой ест голубцы Поэтому вместе мы едим голубцы Поэтому, наверное, тут какая-то такая же усредненная история Когда там ручка подоржала на 40% и тетрадка на 100% А, возможно, там дневник не подоржал ни на сколько И вот это вот 13% она откуда-то взялась Я думаю, что, скорее всего, рост произошел существенный Ну, потому что я, по крайней мере, слышу об этом, да? Что родители говорят, там, тут дорого, там, дорого и так далее Я, если честно, своего ребенка в школу собрала в феврале месяц Вот когда все это случилось Я решила, что, наверное, стоит обратить на это внимание Особенно, когда история произошла у нас с бумагой Когда ее нигде не было И я, честно, пришла в магазин концтоваров и купила вот все, что, как бы, я считаю, было необходимым Теперь после родительского собрания я просто докупила какие-то единичные вещи, которые сказали, что будут необходимы Поэтому я, честно, на себе вот этот вот рост не увидела Но я и концтовары там, условно, и не ходила, да, сейчас Я все сделала в феврале Ну, мудро поступили, как говорится в поговорке, да, готовь сани зимой Сани летом, эти лего зимой, да, так у вас получилось Ну, к сожалению, вот не у всех, конечно, родителей есть такая возможность Загоди и финансы выделить на эти цели А может быть, все-таки подумать, может быть, над решением этой проблемы, этого вопроса Может быть, финансово помогать как-то собирать первопластников в школу Ну, уж я уж, простите, пофантазирую, да Ну, у нас же в том году, по-моему, была как раз в том году, была поддержка, когда 10 тысяч выделяли Президентская выплата Президентская выплата на первоклассника То есть, ну, тогда встает вопрос, а когда ребенка ты во второй, третий, четвертый класс собираешь Что ты меньше на него тратишь, что ли? Да нет, не меньше тратишь То есть, ну, это тоже какая-то такая искусственная история была Вот, то есть, в смысле, сейчас мы скажем о том, что давайте мы будем дарить какие-то коробки первоклассника, там, второклассника, школьника Ну, погодите, кто-то покупает очень дорого, кто-то покупает очень дешево, кто-то покупает красный, кто-то покупает зеленый То есть, мы все равно не угадаем, это вот как с коробкой новорожденных, да, то есть, по факту получается Которая недавно у нас в регионе Как раз с завтрашнего дня она у нас будет дариться вот малышам Как идея подарка, наверное, хорошо А вот как в плане реализации и потом использования, ну, я не уверена Версти какие-то выплаты и говорить о том, что давайте будем вот всем платить, потому что ребенок пошел в школу Ну, наверное, возможно, но вопрос, сколько это вообще необходимо выделить средств на это, да, то есть, экономику смотреть Опять же, региональный бюджет это будет или федеральный бюджет из этого будет Это все-таки за то, чтобы у людей была возможность зарабатывать столько, чтобы им хватало собрать ребенка в школу без каких-либо проблем То есть, в целом уровень жизни, да, уровень зарплаты повышать, уровень зарплаты повышать И когда там действительно у нас там учителя, там, воспитатели получают 18-20 тысяч рублей Так, наверное, все-таки стоит обратить на их уровень заработной платы, чтобы потом не было такого, чтобы А давайте-ка мы дадим школьникам выплату, чтобы собраться в школу Ну, вот наша коллега Маша Кожевникова, в этом году у нее в первый класс тоже идет сын Недавно мы поднимали эту тему, она рассказала, что у нее общие затраты где-то, ну, почти в 30 тысяч рублей обошлись Это на мальчика, ну, это почти на 10 тысяч рублей больше, нежели указано в отчете Кировстата, да Когда он написал, что на 13 процентов Все равно же все среднее, у кого-то есть от старших детей блузки остались, у кого-то какие-то запасы тетради еще были То есть, понятно, что там, может быть, если мы говорим прям с нуля всю необходимость покупать Может, он действительно еще и больше купил, то есть, ну, как бы то, что ему понадобится в течение года Ну, такая история-то универсальная и индивидуальная, потому что, ну, мне кажется, у каждого своя потребность и свои затраты То есть, кто-то там 4 сарафана покупает, там еще дополнительный, да, чтобы там стирать возможность была Кто-то в одном сарафане будет весь год ходить Поэтому тут, наверное, вот к этой цифре действительно как бы смысла нет привязываться А может быть ограничивать, вот я продолжаю фантазировать Может быть ограничивать какие-то наценки на эти товары школьных принадлежностей У нас же на продукты питания действует что-то подобное, да, когда государство говорит Наценка не должна быть выше вот такого-то предела Наверное, может быть, и стоит рассмотреть Но, опять же, у нас такой большой, огромный выбор предложения То есть, наверное, какие-то отечественные товары, да, то есть мы должны попадать там под эту категорию Либо какой-то определенный набор, да, то есть этих товаров должен попадать Но, с другой стороны, если там бизнес условно там в себестоимости ручки 5 рублей Может ее продавать за 200 рублей, да, то есть, ну, наверное, это может быть и право бизнеса в частности Но ты не покупай тогда эту ручку, ты покупай как бы другое предложение Потому что, мне кажется, на рынке предложений у нас уйма и масса Вот, кстати, по части констоваров я тоже не уверен, что у нас там сплошь все российское, мягко говоря Я думаю, что сейчас международная обстановка, она тоже сказалась, да, у нас Много чего поставляется из-за рубежа и, собственно, закупаются за валюту Ну, я не слышала, что прямо была какая-то прям, ну, кто-то жаловался, что они там рюкзак купить не могут, да То есть перебои прям какие-то существенные были, может быть, какой-то период времени там, вот, мая месяца Но я думаю, что за лето все выровнялось, то есть, в принципе, наверное, сейчас в магазине найти можно все К школьному питанию переходим, да, планировали вчера еще поговорить в программе «Дневной разворот», но не удалось Сегодня время есть, давайте Честно говоря, не знаю, я как родитель, старший сын ходит в школу в третий класс, пойдет младший в садик Я, честно говоря, ну, и жена моя, я думаю, не испытывает каких-то особых претензий к школьному питанию Ну, да, там что-то едят, что-то не едят Ну, вот, не знаю, не трагедия вроде как Понимаю, что есть люди, для которых это огромная проблема И руководство региона у нас снова затронуло эту проблему Котлеты рыбные стали камнем преткновения Вот вы владеете ситуацией, вы видите, как это все происходит Давайте обсудим, к чему мы стремимся вообще Можно ли навести порядок Тема звучит из года в год И все никак мы не можем прийти к какому-то логическому, верному, адекватному решению В мае с предыдущим сети-менеджером у нас в Рио Соколов встречался И поручил ему в том числе провести некое анкетирование Некие опросы родителей, а что дети хотят есть Надо пересмотреть меню По большому счету, на мой взгляд, а у сына не там Ничего особо не меняется Вы видите какие-то изменения? Я, частные изменения Я, честно, изменения не увидела Я думаю, что с 1 сентября у нас ничего не изменится, к сожалению То есть, ну, по большому счету, а в чем должно быть вот как бы изменение, да, в тех реалиях, которые есть сейчас Руководство комбината питания не поменялось Там какая-то ценовая категория не поменялась Столовые мы вновь там не модернизировали, не оборудовали Штатные единицы мы не добавили То есть, что должно измениться и кардинально там, да, то есть, какой-то Нашли возможность влиять на поваров так, что они станут готовить там вкуснее, лучше и так далее Да, мне кажется, они так на пределе своих возможностей уже делают все, что можно сделать в данной ситуации То есть, вопрос ведь стал в том, что кормить, вот там, сколько там, два года назад, да, мы стали просто в разы больше детей начальной школы Когда появилось бесплатное питание Ну, это президентское решение Президентское решение, программа, она, наверное, нужна и важна То есть, действительно, как бы дети в школе, когда там они особенно целый день находятся, должны бесплатно покушать Но мы-то просто, опять же, это вот в какую-то вылили историю, вот, либо так, либо никак То есть, получается, там, условно, тот же первоклассник, который там на три урока приходит, он обязательно должен покушать И даже 1 сентября все дети будут обязательно кушать в школе То есть, вот эти все вещи мы тоже не можем никаким образом как бы избежать То есть, как бы, вот на уровне, наверное, там, каких-то там министерств законодательства и так далее так прописано, что вот, наверное, невозможно, да, вычленить И поэтому мы вот это стараемся этому соответствовать По поводу опроса, да, мы говорили в мае месяце, действительно, в Рио предложил провести опрос Но я этого опроса не видела То есть, спросив, пообщавшись с родителями, я тоже не услышала, что кто-то кого-то спрашивал Там Дмитрий Валерьевич Осипов как-то так покладисто сказал Да, все сделаем и ничего не сделаем Ну, и Дмитрий Осипов ушел Да, и ушел Вот, соответственно, вот, как бы, вроде завтра 1 сентября И, наверное, мы должны бы с каким-то новым меню заходить Ну, вроде как, обещают, что добавят много запеканок, будет Вопрос, а смогут ли готовить эти запеканки? То есть, есть ли, опять же, ресурс, чтобы готовить эти запеканки? Насколько мне известно, там, некоторых школ даже противней нет, которые, ну, необходимы для приготовления Поэтому... Базы, собственно Ну, базы, да Может быть, мне сейчас там наш департамент образования скажет, что я не права И у нас все школьные столовые модернизированы Ну, правильно, первую школьную столовую мы начали модернизировать там 10 лет назад Так ее уже снова надо модернизировать Потому что время идет, там, не останавливается и так далее Поэтому мы должны вложить, ну, то есть, максимально в школьные столовые Добавить штатные единицы Повысить заработную плату тех людей, которые непосредственно работают И, может быть, тогда мы сможем говорить о том, что все равно не изменилось Или, наоборот, да, стало лучше Или, там, наоборот, стало хуже То есть, уже какие-то даты будем делать оценки И еще такой момент хотела бы я озвучить вот какой То есть, да, мы сейчас кормим начальную школу бесплатно И начальную школу мы кормить обязаны А те дети, которые в школе бывают вот по полдня Старше, среднее звено Они, как правило, в столовую-то и не попадают Потому что их физически просто не успевают накормить Потому что все время занимают малыши И поэтому старшекласснику-то приходится Либо булкой какой-то перебиваться Пришел, как бы на кассе купил и поел А полноценно, то есть, как бы не каждая школа Далеко кормит старшеклассников Потому что физически на них просто не хватает времени и сил И поэтому у школы, получается, сейчас как таковой там строки Прибыль, да, не стало Потому что сейчас они не кормят за деньги Ну, в большинстве своем, да То есть, как бы вот они кормят на эти бюджетные Физически не успевают они Старшее, среднее звено Да, и все, они кормят вот это бесплатное питание Делают там, которое все проходит через комбинат питания Поэтому, наверное, и в школах тоже вот этой прибыли не стало На которую они, в том числе, и модернизировали свои там пищеблоки Поэтому вот это такая комплексная проблема Я не знаю, насколько мы ее и когда сможем решить на самом деле А пока, как бы, мы, мне кажется, столкнемся с такой же проблемой, как и было до этого И снова мы услышим, что в некоторых школах кормят холодной едой Потому что, ну, действительно, там 10 первых классов 10 вторых классов, 10 третьих классов Каких ведь надо накормить? Они же должны когда-то прийти А если там школа рассчитана на 300-400 человек Это новая школа, старая школа там и того Там, дай бог, там 100 вмещаются То этот ведь кругобрат должен когда-то пройти И вот правильно я вчера слушала, Алена Чеснокова сказала В 9.20 кто ест рожки с котлетой? Ну, никто не ест Поэтому мы все это и выкидываем по факту И поэтому жалко как раз-таки и человеческих сил, ресурсов, поваров Жалко финансов Потому что по факту дети это не едят Это выкидывается Они, может быть, и съели бы, ну, там, во время обеда Но во время обеда он уже домой пришел Чуть позже, когда организм им подскажет, что вот сейчас можно котлету, да, с макаронами съесть И опять же, условно, там, если мы говорим, то есть, там, есть у нас, к сожалению, единицы только в городе, там, где, там, какой-то, там, элемент шведского стола, допустим, вводится, да Положили на тарелку огурцы и помидоры Ребенок от тех хочет съесть там огурцов, он поел огурцов Это в муниципальных школах? Ну, у нас есть, вот, как раз, столовые, которые самостоятельно ведут свою деятельность И они уже, как бы, более развязаны Например, 28-я школа, да, где, собственно, приготовление у них имеется Вот, то есть, как бы, там они уже более развязаны, то есть, они уже более, как бы, могут какие-то варианты смотреть и пробовать Вот, а, конечно, готовить, чтобы выкинуть, это вообще, ну, не вариант По поводу рыбных котлет, я не понял, чего хотел сказать тем самым в Рио губернатора Исключить эти котлеты из меню, найти им достойную замену, чтобы дети ели Но он опять поручил, да, городским чиновникам разобраться с этим вопросом Я не уверен, что разберутся Рыбных котлет, я думаю, что мы не увидим Мы увидим, скорее всего, рыбу в каком-то другом исполнении То есть, насколько это вот будет, возможно, ну, все-таки какую-то там отварную парную Будут ли ее есть, вопрос уже открытый Но вот про рыбные котлеты хотел отдельно сказать Я была в 22-й школе, по каким-то там своим вопросам приходила И как раз вот был обед, мне говорят, пойдемте посмотрим И дали мне попробовать эту рыбную котлету с пюре Вкусно, съедобно, нормально, но дети не едят Вот тут же со мной как бы сидел класс, и они все унесли Собственно, в утиль, да Вопрос, конечно же, тоже встает как бы к семье То есть, если действительно, ну, наверное, в семье не очень часто готовят рыбные котлеты как таковые Ну, если говорить за мою семью, да, не часто, да Не часто, вот И поэтому, наверное, ребенок не знает, что такое рыбная котлета Ну, как бы и в школе он этого не пробует Поэтому, наверное, какой-то тут еще пример должен быть Наверное, как-то учителя еще должны сюда подключаться Ну, просто у нас настолько все Максимально там нет времени на это, да То есть, как бы, побыстрее поесть, побыстрее дальше побежать Там учителю там некоторые там 2-3 класса ведут Поэтому вот мы на это на все, конечно, как бы мало внимания обращаем И отсюда у нас вот такой комплекс проблем, пучок как бы возникает Я прочел в группе родительского контроля ВКонтакте о том, что на комбинате питания состоялось собрание некое, да С участием родительского сообщества Нет, там было не родительское сообщество, там было как раз-таки сотрудники Сотрудники Очередные проблемы Прям вах-вах, расскажите, пожалуйста Ну, не хватает средств, финансов То есть, соответственно, как бы предлагают экономить на всем В том числе на СИЗах Средств их индивидуальной защиты Они должны быть, так-то это штрафуется Перчатки, защитные одежды Да, 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 халаты, шапочки и так далее Это все должно как бы там максимально стираться, да То есть как бы подготавливаться А по факту повара это все носят домой, стирают самостоятельно Где-то выстирали, где-то не выстирали Ну, как бы за этим Ну, наверное, Роспотребнадзор смотрит, но как бы не каждый день Вот И опять же, там фотография как раз была предложена к этому посту Вот мы все вспоминаем нашу там дорогую Ларису Анатольевну Которая пришла проверять комбинат питания в норковой шубе Ну, тогда было холодное время года Ну, да, 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 это было давно Это было года три назад Года три назад это было примерно Ну, сам факт того, что вот как раз-таки вопрос СИЗов То есть сотрудник комбината питания стоит там в жилетке Без шапочки, без всего, без перчаток То есть я там человек условно там Который там не совсем там в Роспотребнадзоре, да То есть работающий и так далее И то вижу, что куча нарушений А вы на камеру это все делаете И поэтому что-то на самом деле происходит До сих пор исправили они эту картину, не исправили, нет Вопрос камер мы как бы поднимали Вот как раз-таки в те времена Да, много об этом говорили раньше Где эти камеры? Эти камеры вроде бы есть Но кто их видит и кто их смотрит То есть все это вот как бы все инициативы Все предложения, они все сводятся на нет Потом все везде отчитываются, что все сделано А по факту мы вот как бы результата как такового не наблюдаем Может быть глупый вопрос задам Нам без комбината уже не обойтись? А я думаю, что возможно, было бы желание Было бы желание? А что для этого нужно? Ну то есть вопрос ведь стоит как То есть если школа, по большому счету У нас в законе образования написано о том Что директор, между прочим, школьного Школы отвечают за реализацию питания В том числе в своей школе А есть школы, куда директоров вообще На столовую не пускают Потому что столовая в школе принадлежит комбинату питания Потому что сотрудники школы Школьной столовой, они как бы работают на комбинат питания И поэтому иногда директор школы Как бы просто говорят, физически не пускают Да, в зал пустят, а вот уже непосредственно Где готовят, как бы туда просто не пускают То есть директор говорит, что не я распоряжаюсь Этой территорией Спрашиваете других людей Ну спрашиваете с них, а при этом он как бы отвечает То есть случится какое-то там ЧП, происшествие Директор-то в том числе будет виноват в этом во всем То есть если все-таки директор примет решение И захочет сделать самостоятельный пищеблок То, ну, наверное, он может это сделать Но он столкнется с кучей каких-то вот этих моментов Препонов, что ему не дадут этого сделать К сожалению, это так на данный момент Были у нас предложения о том, что давайте мы кустовыми возьмем школы То есть там условно 3-5 школ возьмем Которые недалеко друг от друга находятся И то есть они попробуют какие-то элементы привозного Ну не привозного питания, вот совсем привозного А вот какие-то условно Как вот больницы там кормят у нас Ну то есть раздробить это Раздробить Небольшого глобального комбината питания сделать А какие-то кустовые вещи Местечковые такие Ну, наверное, это кому-то неинтересно Потому что я пока это на данный момент не сделала Финансы или что? То есть комбинат питания, он уже создавался как раз-таки для экономии А как таковой экономии мы не видим Одни проблемы какие-то, одни скандалы Шоколад Аленка купить по прямому договору Ну, пожалуйста То есть как бы вообще без проблем А можно ли ребенку съесть эту шоколадку целую? Ну это вообще, по-моему, никого не волнует Историю с закупкой продуктов для комбината питания Вы тоже ведь отслеживаете Успокоилась, устаканилась Просто у нас был период там Скандал за скандалом С молоком, с мясом и прочее Ну вот такого прям явного фальсификата И прям такого вот какого-то явного гнилого продукта Пока нет Ну сейчас пока и лето было То есть сейчас сентябрь наступит, посмотрим Насколько мне известно Но, видимо, сейчас вот в новом учебном году Должны были сделаны закупки, крупные партии Да, ну опять же, поставщики остались все те же самые То есть вот насколько мне известно То есть как таковые поставщики все те же самые То есть для комбината, ну там нормальная история Когда они выкладывают какие-то там предложения Там в пятницу вечером, а в понедельник Там должна поставка быть там, не знаю, 10 тысяч йогуртов в школу Да, то есть понятно, что это кто-то сделает уже свой Кто знает, что такая поставка должна будет быть На низком старте там, что называется Находится, чтобы успеть, да Соответствовать и поставить по этому контракту В общем, тревожная такая ситуация, да Вот 1 сентября, завтра и вдруг И вдруг мы что-то услышим, увидим опять И будем разбираться Кстати, не только ведь в школах, да, ситуация обстоит с питанием Далеко не благостно Но вот в том же, в той же группе, да, родительского контроля Я почитал о том, что в пищевые случаи Если в детских лагерях вы тоже отслеживали, да Как дети отдыхали этим летом История про яйца удивила, конечно, и поразила Когда три сотни яиц куриных были переброшены Из одного лагеря в другой, без всякого оформления История конкретно здесь была не совсем такая То есть она была в этот лагерь привезена Там вопрос-то был не в том, в том, что Срок годности этих яиц заканчивался там через два дня А дети должны были выехать, вся смена должна была выехать завтра То есть по факту получается, а куда эти три сотни яиц-то будут делать Ну то есть как бы развели руками и сказали, ой, не досмотрели И это опять же получается, ведь кто-то этим же занимается То есть не сам лагерь, то есть вот мы там конкретно были в яцких каникулах То есть там 9, по-моему, лагерей, они объединены То есть у них тоже централизованный закуп, у них там централизованные поставки Меня, конечно, очень поразила история, когда, допустим, какой-то соседний лагерь говорит о том, что нам не хватает капусты Привезите-ка нам ее И вот, значит, там из лагеря А в лагерь Б эта капуста на какой-то своей машине просто перевозится Ну ладно, если это капуста, которую там можно помыть А если мы там про те же яйца говорим А где, вот если я там директор, допустим, лагеря Б, и ко мне едут яйца из лагеря А А где, вот у меня там уверенность, что эти яйца хранились в нужном, ну, условиях В том, там, нужной температуре и так далее И безопасно ли их вообще потреблять Ну, то есть для меня это вообще как-то стало крайне непонятно И почему вообще так происходит И как бы вопросов к питанию в лагерях у меня как бы тоже появилось много Ну, а какие еще вопросы, кроме этих перебросок продуктов? Ну, соответственно, вопрос, опять же, как бы качество Кто-то все отсматривает То есть там, как нам выразились в лагере, что приехали проверяющие органы Там взяли 20 кочанов капусты и не вернули Зачем они им? Тоже в группе, да, описывал В случае, якобы, представители Роспотребнадзора приехали Ну, да, 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 приезжают, как бы берут Ну, возьмите в один кочан на проверку То есть, ну, проверьте, если там вся капуста будет как-то там не соответствовать Ну, всю заберете, как бы, да, туда Я уточню, капуста мы сейчас используем это слово по прямому назначению Это овощ Овощ Не деньги Не в переносном, да Не деньги Да, дальше, соответственно, как бы, вот мне было не очень понятно То есть идет какая-то централизованная поставка, да То есть поставщик привозит там эти же яйца, да На весь лагерь Вот он их там за раз привез И вот получается меню не факт, что соответствует Что все эти яйца будут использованы Раз мы увидели, что 300 яиц, наконец-то смены осталось То есть по факту получается, что нет вот этого там постоянной завозки То есть она есть какая-то разовая, да, то есть большая И дальше это хранится все в лагере Насколько как бы вот мы увидели Не во всех лагерях есть где-то все хранить Ну, то есть непосредственно там эти же лари холодильные и так далее То есть не везде все соответствует Ну и дальше там модернизация оборудования, пищеблоков и так далее Ну, это вот какая-то такая общая тенденция, общая проблема Хоть лагерь у нас как бы и сезонный, только лето надо выстоять Но ведь все равно там дети отдыхают А мы, кстати, все говорим о каких-то проблемах О каких-то вот неурядицах обнаруженных А есть примеры прям вот такого положительного разрешения вопроса С участием представителя родительского контроля Можете сейчас просто поделиться Где, какую проблему удалось решить при таком пристальном внимании Ну, мы максимально как бы, конечно Какие-то вот эти вот глобальные вещи, да То есть, ну, тут сами понимаете, что это прям так вот по щелчку не случится То есть, да, есть у нас обращение, где там Система очень сложная Ребенка, допустим, с диетическим питанием не кормят в школе И говорят о том, что нет, мы не будем этого кормить То есть, нам как бы вот такие вещи удается решать То есть, какие-то индивидуальные вещи То есть, родители когда обращаются Мы, ну, как бы непосредственно либо там с руководством школы общаемся Либо просто пишем как бы в надзорные органы И как бы, да, действительно, как бы говорят о том, что да Да, к сожалению, мы там пристального внимания не уделили И мы непосредственно там будем вот теперь исправляться И ребенку будет там предоставлено диетическое питание Очень важная распространенная ситуация Либо будут исключены те продукты, которые И как бы ему нельзя Опять же говорить о том, что вот мы Я думаю, что сейчас с новой силой за этот вопрос возьмемся Это именно диет-питание То есть, у нас как раз таки нет отдельного меню для детей-аллергиков И это проблема Дети с пищевыми особенностями С пищевыми особенностями, да То есть, они их должны кормить и предоставлять им меню непосредственно, которое им положено А очень часто мы видим то, что просто не дают те продукты, которые ему нельзя И вот, например, если там у ребенка аллергия, да, на вот хлеб Оказывается, у нас даже в суп идет мука То иногда ребенку даже в суп нельзя Боже Вот, поэтому вот эти вот все вещи Для густоты ее туда добавляют Ну, она по технологической карте положена Поэтому она туда добавляется И поэтому иногда дети действительно как бы А свое принести нельзя В штатик вот, допустим, например, да Ну, в школах-то еще, наверное, как-то проще с этим В плане того, что там все равно не целый день находишься Поэтому, да, дети, конечно, страдают В общем, эту проблему с специальным питанием Так, на общем уровне не удается решить Все в индивидуальном порядке, да Если удастся договориться, родители будут соблюдать Нет, ну, это, конечно же, не все садики и школы То есть, много где, в принципе, как бы это настроено, выстроено То есть, как бы есть даже какие-то вещи там отдельно То есть, руководство знает, кто у них там есть дети с пищевыми особенностями И, как бы, они непосредственно заранее предоставляют Ну, вот опять же, если к лагерю вернуться Как вот удалось выяснить в одном из лагерей В медпункт мы сначала зашли Там, значит, было, сказали нам, что у них есть 4 ребенка аллергика Один на цитрусы, три на рыбу А когда пришли на кухню, оказалось, что они знают Кухня знает только про одного на рыбу и одного на цитрусы А где эти два еще с рыбой неизвестны И как раз в этот же вот момент готовят уху 15 секунд у нас до рекламы, да, можете закончить Да, как раз готовят уху И получается, что эти три ребенка вот как раз-таки должны что-то другое есть И прямо вот при нас начали кормить, готовить щи Вот видите, если бы не приехали, то ничего бы, наверное, не произошло Да, Владимир Валерьевич Шабардин с нами был Как бы вот этот момент откорректировал То есть как бы прямо здесь А до этого там в течение смены чем кормили детей? Реклама, реклама нам подсказывает звукорежиссер Все, убегаем Напоминаю, что беседуем мы с Ольгой Террыкиной Депутатом Заксобрания Кировской области Председателем общественного движения родительской контроля Ольга, вы отслеживали, как готовятся школы, детские сады к новому учебному году Александр Петрицкий у нас был на прошлой неделе Руководитель департамента образования В общем-то, по сравнению с прошлыми годами особо ничего не изменилось Сколько денег было выделено, они их потратили, израсходовали Александр Львович сказал, было бы больше денег, тратили бы больше, делали бы больше В общем, такая ситуация, в общем, ничего нового Да, ситуация такая есть, то есть у нас ту потребность, которая у нас даже есть по надзорным органам Мы не исполняем и, соответственно, как бы бюджетов у нас не хватает И когда мы вносим какие-то предложения, давайте мы бюджет на это, на это, на это увеличим Ну, как бы обычно мы получаем себе в ответ, что денег нет Поэтому мы на это, на это не можем То есть, опять же, мы какими-то индивидуальными, точечными вещами отрабатываем То есть, как бы вот непосредственно с конкретной школы, с конкретным детским садом Как бы доносим это все до, там, сначала ПСД необходимо разработать, ПСД Как бы понять, сколько это стоит, и потом уже вносить бюджет Ну, то есть, небыстрый вообще процесс И вот вчера буквально там уже в ночи я общалась с одной из мам одной из школ Самой многострадальной нашей городе, 24-й школе, видимо, как бы в центре, не знаю, все-таки Когда мы там эту проблему наконец-то сможем решить Вот она как бы, ну, непосредственно говорит о том, что да, денег там нет А у нас там класс вот надо ремонтировать, да, допустим На такие-то вещи, я так понимаю, что в принципе денег не выделяется То есть, в целом, там, подремонтировать школу, подкрасить коридоры, там, какие-то вещи сделать Вот именно общего пользования А вот уже классы-то, они как-то так плавно-плавно предлагаются отремонтировать родителям Вот, поэтому... То есть, речь ведет, видимо, не просто о косметическом ремонте Или косметически та же покраска, подделка, штукатурка Да, даже косметически в том числе, как бы делают родители Я вот сама, как бы, входила в садики и красила стены Когда ребенок у меня там первый год пришел У моей жены тоже опыт есть, да, таких работ Покупали мы краску, шли, красили Ну, как бы, я к этому, наверное, так, может быть, отношусь ровно Потому что, ну, как бы, в целом понимаю, да, то есть, о чем идет речь Но если мы все-таки говорим про подготовку, да, конечно, все школы там допущены, подготовлены Ну, потому что, а как иначе-то все равно какие-то элементы сделаны Ну, там, ту же 45-ю школу давайте возьмем, там тоже очень много, как бы, жалоб от родителей Потому что, действительно, как бы, требуется капитальный ремонт Вот этим летом как раз директора школ подавали заявление на капитальный ремонт из школ Вот пока, действительно, единственное, что я не видела, итогов То есть, какие школы там идут под капремонт или, в принципе, будут просто отремонтированы, да, то есть, под федеральные программы Ну, наверное, вот нам будет это плюс-минус там завтра-последавтра анонсировано На федеральном-то уровне существует программа капремонта, да, школы? Существует капремонта школы Вот сейчас у нас власти заявляют о том, что нам нужно в нее активно попадать Да, 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 то есть, как раз федеральная программа есть У нас сейчас, на данный момент, ремонтируются школы по районам города Кирова То есть, сейчас было анонсировано, что, как бы, все школы успевают в срок все сдать Но, вот, мы тут опросы проводили, то есть, как бы, есть точечная вещь Ну, там просто совсем-таки есть сельские местности, где, скорее всего, там, просто в этом же интернете Там, просто люди, как бы, это и не видели, да, то есть, чтобы их спросить Вот, то есть, как бы, где-то говорят, что еще крыша не делана Где-то говорят, что, да, все хорошо, там уже благоустройство территории идет То есть, тут такой вот вопрос, если, как бы, мы будем попадать в капремонты И будем эти капремонты успевать сделать за летний период, это очень здорово То есть, ну, и, как Кирово-Чапецк показал практика, там, восьмой школы Куда мы, там, уже второй год ремонтируем по капитальному ремонту потому что с подрядчиками там какие-то есть неурядицы. То есть, ну вот, дети так, конечно, страдать не должны. Вчера буквально затрагивал эту тему, да, в Рио губернатора Соколов. Большое вчера было заседание, выступление, да, в том числе перед депутатами законодательного собрания. Вот были произнесены, озвучены цифры в ближайшие два года. Перед нашим регионом стоит архисложная задача обеспечить строительство и запуск 15 новых общеобразовательных школ в Кирове, двух школ в Котельниче и на Линске, ну и так далее, и так далее. Он сказал еще, что обратился в Минпросвещение о выделении доп. финансирования на возведение еще восьми школ, а также восьми детских садов. Грандиозные планы, да? Планы грандиозные, планы очень необходимые. Мы очень все ждем новые объекты, потому что там в любом случае их не будет много, то есть дети пойдут в новые школы, там, допустим, если уж на то пошло, и там, как все говорят о том, что вот демографическая яма скоро придет, и кого будем, условно, учить, да, в этих школах, то, ну, старые школы, по крайней мере, мы сможем, там, переформатировать, там, условно, по тот же доп. образование, да, отремонтировать их, а дети будут уже учиться в новых условиях. Но вопрос-то основной и большой, и глобальный, и проблемный в том, что, да, стройка заведена, сейчас вот четыре школы строятся, в том числе еще пятая плюс паралитарская, но стройка-то не идет. То есть все заморожено, то есть вот я сама там просто в Долгушино за школой наблюдаю каждую неделю. Почему? Что? Деньги кончились, с подрядчиком проблемы. Ну, вот у меня, значит, есть информация следующего характера. То есть сначала школы начали строить без проектно-сметной документации, соответственно, когда... Как? Это же преступление какое-то, на мой взгляд. Преступление, да. Так и есть, это преступление. Значит, начали строить, потом это все, значит, проектно-сметную документацию, вроде как все довели и 27 мая, конкретно по Долгушино проектно-сметная документация была одобрена, готова. То есть вроде можно продолжать строить, но, как оказалось, смета не прошла экспертизу. И поэтому сейчас, на данный момент, смета проходит экспертизу, и стройка не ведется. Стройка не ведется, потому что нужно строить за свой счет, видимо, уже средств нет. Деньги перевезти не могут, потому что смета не одобрена. И поэтому в данной ситуации, ну, как бы, опять же, остались заложниками дети, которые ждут новую школу. И не факт, что она 1 сентября 23-го будет запущена. Ну, вот конкретно про Долгушино сейчас говорю. Очень мы верим в это, потому что в этом году 45% детей, вот у меня есть ответ прокуратуры, не попало по прописке в первый класс. Почти половина? Ну, то есть было желающих. Боже. Ну, вот 45% не попало. С учетом того, что сначала ушли льготники, братья и сестры, то есть, соответственно, дети, которые особенно первые в семье, они вообще не попали. И, соответственно, детям там из 33-й школы придется ездить кому-то в 9-ю на ДСК, это там 5-7 остановок, а кому-то надо будет ездить на Красный Химик, тоже 5-7 остановок. Представляете, ребенку, первокласснику с портфелем, залезть в переполненный автобус и докуда-то доехать. То есть, ну, как бы, видимо, родителю какому-то одному придется не работать. Большая проблема, да. Вот. И поэтому, продолжая, как бы, тему школ, да, планы грандиозные, планы глобальные. И в любом случае, как бы, без прямого вмешательства, наверное, нашего правительства власти, давления и, как бы, ну, непосредственно кураторства всего этого, наверное, мы там какого-то результата вот этого сверхъестественного не получим, если мы действительно не будем это делать вот все вместе и стремиться, чтобы эта школа была. То есть, вот на данный момент в школе, в Долгушино школа там два месяца не строится. А скоро зима, собственно, уже, да. Ну, они и зимой активно строили, когда начали строить. То есть, видимо, ждут просто снова зимние условия. Я вспомнил, что у строительных организаций тоже ведь свои есть просьбы, пожалуйста, вот при таких больших планах, грандиозных объемах, вы как-то можете заранее, да, предупреждать, чтобы мы-то были готовы. Но, с другой стороны, мы же ведь увидели проблематику, опять же, в строительной отрасли, когда эти же самые строители наши местные не выходили на контракты и не выигрывали вот новую волну, вторую волну по строительству школ. Даже в тех микрорайонах, там те же чистые пруды, те же озерки, там те же спецмонтаж, которые строят эти микрорайоны, он не выходил на эти застройки, потому что у них там, соответственно, есть какие-то свои внутренние, то есть, как бы, нерешенные вопросы. 40 секунд остается. У вас есть возможность за это время высказать свою позицию по возрождению в стране ордена звания мать-героиня. Полминутки. Мать-героиня, 10 детей. Да, 10 и более. 10 и более детей. То есть, наверное, да, звание нужно давать, то есть, как бы, ну, поощрять, но я не думаю, что, как бы, все рожают ради детей, особенно 10 детей, ради денег. Миллиона рублей. Ради миллиона рублей, 10 детей, поэтому, как звание, как символ, как поддержка, как, ну, наверное, стоит возродить. Но если у нас семьи с 10 детьми сейчас, мы с вами обсудили, да. Ну, да, до начала программы, да, по подсчетам, там, видимо, неофициально все-таки эти подсчеты, порядка тысячи семей у нас сейчас в стране насчитывается, 10 более детей. Ну, вот, видимо, в ближайшее время увидим награждение. Ну, награждения, да, наверное, будут, но я не думаю, что мы прям всплеск увидим, что у нас все станут семьями героинями. Да. Ольга Тарыкина, депутат Заксобрания Кировской области, председатель общественного движения «Родительский контроль». Спасибо. Всех с Днем Знаний. До свидания. С первого сентября. До свидания. Особое мнение на 101FM